Девушки отдыхают Для нас возможно все Будущее Конструктор создает свой шедевр Собирает его из фантазий, науки и технологий Время Мир изменился Все сложнее быть впереди Каждая секунда раздумий стоит очень дорого Партии разыгрываются в формате Блиц Скорость Стирающая границы между континентами и странами Вселенная подчинена шахматным правилам противостояния Добро и зло Черное и белое Чтобы победить, нужен ход за границей этих рамок Революционное решение Решение, способное перевернуть доску Государственная корпорация «Рустех» ОАК и компания «Сухой» представляют вам будущее Здесь и сейчас Гордость Интеллект Мощь Надежность Это новый, легкий, тактический истребитель пятого поколения Это «Чекмейт» Проект «Чекмейт» — это уникальная высокоинтеллектуальная авиационная платформа Технологии, проверенные в реальных боевых действиях Отточенные решения Высокий потенциал для модернизации И экономическая эффективность «Чекмейт» спроектирован с помощью суперкомпьютерных технологий Электронное моделирование Цифровые расчеты Полный спектр виртуальных испытаний Авиационный комплекс создан в рекордно короткие сроки И сегодня «Чекмейт» готов к началу испытаний «Чекмейт» может базироваться на сложных высокогорных аэродромах Эксплуатироваться в любых климатических условиях Открытая архитектура, адаптивность И широкий спектр дополнительных опций Дают возможность собрать самолет в рациональной конфигурации по оптимальной цене Для самолета создана автоматизированная система логистической поддержки «Матрешка» Она позволяет организовать обучение персонала Снижает стоимость И повышает эффективность послепродажного обслуживания В «Матрешка» интегрирована система предиктивной аналитики С ее помощью можно спрогнозировать все необходимые мероприятия для каждого самолета парка «Чекмейт» оборудован вспомогательной силовой установкой для автономного питания систем Конструкция планера позволяет упростить обслуживание самолета Теперь для него необходимо минимальное число персонала И не требуется специальное аэродромное оборудование Все это позволяет быстро готовить самолет к каждому вылету И сохранять высокий уровень боевой готовности при полетах с большой интенсивностью «Чекмейт» оснащен искусственным интеллектом Система самостоятельно проводит диагностику самолета И информирует летчика о готовности к вылету Системы проверены Реализована интеллектуальная поддержка экипажа Самолет готов к полету Благодаря высокой тяговооруженности Выдающимся несущим свойствам крыла И современному двигателю с отклоняемым вектором тяги Самолет обладает впечатляющими взлетно-посадочными характеристиками Укороченной дистанцией взлета и посадки «Чекмейт» способен маневрировать с перегрузками до 8 единиц Обладает впечатляющими разгонными характеристиками И возможностью совершения длительного сверхзвукового полета Может мгновенно реагировать на меняющуюся боевую обстановку В минимальное время выходить в заданный район И выполнять поставленную задачу «Чекмейт» обладает лучшими в своем классе транспортными возможностями И наибольшей длительностью барражирования при поиске цели И ожидании цели указания Максимальная скорость составляет 1,8 числа маха Дальность бесподвесных баков более 2800 километров Боевая нагрузка 7400 килограммов Малая радиолокационная заметность «Чекмейт» и продвинутый широкодиапазонный комплекс пассивного обнаружения Позволяют самолету контролировать оперативно-тактическую обстановку И незаметно выходить на дистанцию гарантированного уничтожения целей «Чекмейт» оснащен ультрасовременным бортовым оборудованием Для выполнения разноплановых боевых миссий В минимальной комплектации радар с активной фазированной решеткой Позволяет одновременно атаковать до шести целей Даже в условиях сильных электронных помех Самолет может применять полный спектр вооружений И эффективно бороться с любыми воздушными, наземными, морскими целями И наиболее совершенными средствами противовоздушной обороны Искусственный интеллект выполняет роль второго пилота И позволяет летчику сконцентрироваться на применении вооружений Выбрана ракета класса «Воздух-воздух» Цель уничтожена «Чекмейт» в малозаметной конфигурации Способен нести до пяти ракет «Воздух-воздух» различной дальности Эффективно бороться за господство в воздухе В условиях численного превосходства противника Обнаруживать и уничтожать самолеты пятого поколения В дальнем и ближнем воздушном бою Уникальный комплекс радиоэлектронной борьбы Не позволяет противнику применить вооружение Во внутренних отсеках авиационного комплекса Могут быть размещены пушечные контейнеры Это решение позволяет устранять второстепенные наземные цели Не расходуя высокоточные боеприпасы Новый, легкий тактический самолет «Сухого» Обладает уникальной грузоподъемностью На самолете реализованы самые большие в классе отсеки вооружения Позволяющие применять широкую номенклатуру средств поражения В режиме малой заметности Как доступных бомб, так и высокоточных ракет Сочетание высокой боевой нагрузки и низкой стоимости летного часа Делает самолет лидером в своем классе по критерию цена «Боевая эффективность» Checkmate — боевая система будущего Уже сегодня на базе единой авиационной платформы Создается беспилотная версия машины Checkmate может работать в составе группы пилотируемых и беспилотных авиационных комплексов Объединенных в единую сети ориентированную систему Мгновенно реагировать на меняющуюся боевую обстановку Автоматически распределять и выполнять задачи любой сложности То, что еще вчера казалось фантастикой, сегодня становится реальностью Реальностью, устремленной в будущее Прорывные технологии Проверенные и отточенные решения Невероятный потенциал для модернизации И уникальные боевые возможности Это не просто еще один самолет пятого поколения Это шах и мат Уважаемые коллеги Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Борисович Слюсарь И заместитель главного конструктора Проекта ЛТС Checkmate Алексей Сергеевич Булатов Уважаемые коллеги Добрый вечер Уже теперь Поздравляю всех с началом работы Международного аэрокосмического салона Мы рады, что все-таки удалось это событие провести И спасибо вам, что вы нашли возможность Приехать на МАКС и посетить нашу презентацию Я, судя по количеству журналистов Вижу, что проект вызывает интерес Добавить к тому, что вы увидели на презентации Можно только Каких-то таких вещей, которые Скажут больше об истории проекта Каких-то нюансов Основные характеристики были продемонстрированы Проект рекордный Еще с точки зрения сроков Проект всего чуть больше года И только благодаря использованию Мы много об этом говорим Но в этот раз это действительно так И это получилось Суперкомпьютерному моделированию Цифровым методом А в дальнейшем виртуальным испытаниям Удается делать самолеты Этот самолет в такие короткие сроки Идея родилась от экономики На наш взгляд Сейчас на рынке Очень много однодвигательных самолетов Представлено основными разработчиками Производителями Есть однодвигательные Современные самолеты Пятого поколения Нет однодвигательного Самолета пятого поколения По приемлемой Экономически обоснованной цене Которая была бы Под силу Большинству Заказчиков Военных Многофункциональных самолетов А именно этим Заказчикам В первую очередь Странам Юго-Восточной Азии Латинской Америки Африки Европейским странам Нужен недорогой самолет Который бы Имел возможность Отвечать их задачам Которые они могли бы Сконфигурировать под себя И вот эта персонификация Китайские коллеги Как обычно Очень громко И вот эта персонификация Под себя Она На наш взгляд Является Именно тем Конкурентным преимуществом И той Чертой Которую должен обладать Современный самолет Когда мы это увидели И поняли Что мы обладаем Необходимым заделом Созданным в первую очередь При создании самолета Су-57 Большого Мощного Мы считаем Самого современного Многофункционального С выдающимися характеристиками Этого задело у нас По большому счету Столько Что мы смогли использовать Это при создании Версии Однодвигательной Самолет открытой архитектуры Что это значит Это значит Каждый заказчик Может под себя Выбрать ту Конфигурацию То техническое лицо Которое отвечает Его задача По борьбе В воздухе Истребительной авиации С наземными целями С надводными целями С С ведением Разведки И это очень важно На наш взгляд Поскольку Мы можем начинать Открытый разговор С заказчиком Предлагаем Весь тот набор функций Которые этим самолет обладает Но вначале мы предлагаем Базовую платформу От которой Собственно Идет отсчет Хорошая экономика Это не только Экономика приобретения Это еще и экономика эксплуатации И конечно Порядка 70% Расходов эксплуатации Это затраты На двигатели На топливо На техническое обслуживание На капитальный ремонт Поэтому на двигательные Самолет Это принципиально другая экономика А мы еще и предлагаем Новую современную систему Интегрирования Логистической поддержки Матрешка Которая на новой Информационной базе Будет поддерживать Эксплуатанта И минимизировать его Расходы Начиная от наземного Обслуживания Минимизации Персонала И заканчивая Управление Складами запчастей Поддержание Исправности И годности На высоком уровне И это тоже важно Потому что мало купить самолет Важно еще Скажем так Иметь возможность Его эксплуатировать По достаточно экономически Обоснованным ценам Мы это будем предлагать Нашим заказчикам Характеристики Характеристики Были названы Самолет Имеет дальность 3000 км Боевой радиус Соответственно 1500 Тяговооруженность Действительно уникальная В своем классе Внутрифюзеляжное Размещение Мы говорим о том Что это самые большие Отсеки Для самолетов Такого типа Вы сможете Их Наверное Так сказать Воочию видеть Когда их откроют И покажут Что позволяет И разместить всю Номенклатуру Авиационных средств Поражения Которые используются На самолетах Пятого поколения Су-57 А это очень важно Потому что на самом деле Номенклатура АСП сейчас зависит Набор тот функционал Который заказчика интересует Полезная нагрузка Больше 7 тонн Что тоже делает его Чемпионом и лидером Ну а о цене Наверное поговорим Уже с конкретными заказчиками И не сейчас У меня все Спасибо Мы с Алексеем готовы Ответить на Самолет Самолет полетит В 2023 году Перед вами стоит Образец Это не просто макет Это не просто демонстратор Это самолет Который Вот он собственно Воздух у нас и поднимется Необходима конечно Работка по подготовке К полету К полету До укомплектования Проведение всего Комплекса наземных испытаний Меньше чем через год У нас Будут закончены Статические испытания Этого самолета Что позволит нам Выйти на Организацию Чем быстрее Мы начнем вылить Тем быстрее Пройдет программа Испытания Чем быстрее Пройдет программа Испытания Тем быстрее Самолет окажется на рынке Наша задача Чтобы самолет Серийно Начал Был предложен заказчикам Начиная с 2026 2026 Мы раньше говорили Даже о Пяти с половиной В 2027 Сейчас мы ищем варианты Этот срок сдвинуть влево Именно потому О чем я сказал в начале Потому что это ниша на рынке Это ниша на наш взгляд Пока не заполнена Или нам есть что в ней предложить И фактор времени Здесь является достаточно важным Да Я уже сказал Что к сожалению Здесь на этом месте И сейчас И я прошу прощения с вами Я не смогу этот вопрос Обсудить предметно Укороченная взлетная посадка Это те характеристики Которые достигнуты По 157 Это 400-500 метров Алексей меня поправит Если я ошибусь В первую очередь За счет высокотяговооруженности Высоких несущих свойств крыла То есть крыло подобрано Таким образом Что оно обеспечивает Как раз большую подъемную силу На этих скоростях Отклоняемые векторы тяги Которые обеспечивают Быстрое отклонение Самолета На углу тангажа Соответственно Такие характеристики Они уже подтверждены То есть у нас Методики все отработаны Скажите пожалуйста Про двигатель У нас существующий В классе тяги 14,5 и 16 тонн Это двигатель На основе задела Который имеет Объединенная Двиглостроительная корпорация Вот это Проверенные технические решения То есть В однодвигательной компоновке Он абсолютно хорошо Вписывается Отработан Многими годами И Будет еще более совершенный На этом самолете 75 Это цифра Если вы заметили Что у нас есть 157 Наш флагман 75 это его дополнение Это две цифры Но наоборот Цифра из 7 и 5 Это счастливые Для компании сухой И Самолет Су-35 Самолет Су-27 Самолет Су-17 Это все Цифры 7 и Цифры 5 Соответственно И конечно Наше Повторюсь Су-57 Это тоже 7 и 5 Здесь в данном случае Мы считаем Что он будет дополнять Су-57 И соответственно Вот это вот дополнение Мы видим как другое Перераспределение задач Между ударными и Воздушными И видим это изменение цифры Наоборот Су-17 Подвижение В первую На внешние рынки Поэтому Финансирование И в нашем Нет Нам показалось Что достаточно скромно 300 В бизнес-плане Цифра 300 Фигурирована Ну Мы исходим из того Что это произойдет Расчет Который идет По бизнес-плану В ближайшие 15 лет Многие Справдиваются Американские Смотрите пожалуйста Что колоссальная Альфа Я бы Алексея попросил Тогда сравнить Машину с американской Ну это принципиально Другой самолет Если говорить про Ф-35 Как ближайший По размерности Может быть Я бы не назвал это даже аналогом Это принципиально Другой самолет Принципиально Другие свойства Большая скорость Большая дальность Большая грузоподъемность То есть это новые качества Лучшая заметность Гораздо Лучшая малая заметность Реализована здесь То есть это Наше видение Российское Суховское видение Самолета В легком классе Какой должен быть Действительно самолет Сверзвуковой Полноценный самолет Истребитель Может далеко И большим количеством Оружия Внутри Фюзеляжного В том числе Восчислять операции Долго И далеко И оперативно Я бы не сказал Что корректное сравнение Здесь с каким-либо самолетом Я бы сказал Что он уникальный У него уникальная И аэрономическая схема И уникальные решения Которые привели Я ответственно скажу Что это Каждое из решений Представленных На этом самолете Оно привело К определенному Росту характеристик И ответчик И любой другой Функционал Который Заказчик пожелает То есть в этом смысле Самолет максимально адаптирован К тому Чтобы эти изменения Вносить То что касается Двигателя То здесь конечно Наши коллеги из УДК Не стоят на месте Вы знаете что Работа над новыми Современными Двигателем Двигателем Для оперативно-тактической авиации Идет И конечно Самолет как платформа Может быть использован В том числе для установки Двигатель нового поколения Под него Доработка Которая с этим Понадобится Абсолютно для этого Решения Для этого планера Для этой аэродинамической схемы Не критично В принципе сопло Уносит уже переходный характер Будут еще какие-то морские варианты Этого самолета Зарабатывать Корабельная Беспилотная Двухместная Мы пока говорим о палубной Да Скорее ущелье надо Сразу она Уже предусматриваем Реализацию То есть самолет сделан По модульной схеме То есть мы изначально Начинали проектирование Под все вот эти вот Требования Которых Юрий Барич сказал Что это беспилотный Двухместный самолет То есть адаптация Под эти версии Она будет Минимальными изменениями То есть если раньше Это была модификация То сейчас это некая модульность Платформы Как в части КБО Так и в части комплектации Ну переговоры мы конечно Пока не вели Потому что до настоящего времени Проект был в секрете Мы его никак не позиционировали Тем более не вели Переговоры с Мы исследовали рынок Это правда Вместе с коллегами Из Рособоронэкспорта И смотрели Какой размер этой ниши Какой теоретически возможен Портфель заказов Когда я говорю о цифре 300 Это является не просто Нашим Нашей мечтой Это является тем Индикативом Который был просчитан Конкретно по регионам По странам По функционалу По требованиям По располагаемому бюджету По темпам отхода парка Поэтому с заказчиками Эту работу не вели Но рынок мы глубоко исследовали Мы цифры Которые называем Ну называем Достаточно ответственным А первая часть вопроса была Простите Ну здесь наша задача Вместе с эксплуатантом Собственно выйти Индикативно На лучшую экономику Я не буду сейчас брать Конкретные примеры В 35 Гриппин Рафаль Наших китайских коллег Наша задача сделать Минимальную стоимость Летного часа Чтобы еще раз у нас экономика была Не только в приобретении Но и в эксплуатации И вот эта модульность О которой сказал Алексей Еще раз Это крайне важно для нас Это собственно Открытый Понятный разговор Заказчиком На тему того что ему нужно За сколько ему нужно Когда это нужно Это некая другая философия Такой клиентоориентированный самолет Потому что всегда мы предлагали То что у нас есть И пытались в этом увидеть заказчика Сейчас мы будем показывать Что у нас есть И заказчик будет из этого выбирать И сам комбинировать То лицо Которое отвечает его задачам И его бюджету в том числе Евгений Борисович Я вам бы показал Самолет Требовному главнокомандующему Что он сказал Какие его впечатления были По бюджетам с ним Ну Мне показалось Что Владимир Ильич был Удовлетворен тем Что он увидел Это действительно Большой проект Который собственно Демонстрирует И то количество инноваций Которые у нас есть Ну и нашу готовность Делать продукты Которые Будут глобально конкурентоспособны Долгие-долгие годы Как это было в принципе В советское время О чем мы В этом смысле вспоминаем Всегда С чувством легкой грусти Коллеги Я Часы Да Ну это наши традиционные рынки и партнеры Которых мы говорим всегда Собственно И они же Крупнейшие приобретатели Авиационной техники Поэтому мы говорим О целевой Ну еще раз говорю Рынки Те которые На которые сейчас уже представлены Российские самленки Рынки На которых эксплуатировалась Советская техника И те новые рынки На которые мы с этим продуктом Я уверен Выйдем Коллеги Я вас благодарю Что было еще возможность О чем-то поговорить При нашей следующей встрече Еще раз огромное вам спасибо За внимание Я очень надеюсь Что нам удалось Вас Ну в хорошем смысле слова Так сказать С Алексеем С его коллегами Удивить Теперь будем надеяться Что этот проект Будет реализован Так как мы его задумали Спасибо Браво Аплодисменты Браво Аплодисменты Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...